О, все, пошло. Так, ну что, коллеги, мы начинаем работу нашей секции изотопной экологии, клиническая научная конференция 2021. Проводитель секции Дмитрий Сергеевич Плов, я, секретарь Маша Белова, члены жюри опять я, Инна Александровна, Татьяна Борисовна и Ольга Юрьевна. Значит, у нас на этой секции будет 5 докладов, ну, я так понимаю, 1 доклад и 4 сообщения, 2 постера и еще одно сообщение, пока непонятно в каком формате, ждем авторов. Ну и вообще, начинаем всю эту историю, надо сказать, что здесь собрались самые такие вот студенты, такие вот смелые, студенты, которые не боятся трудностей, студенты, которые склонны давным к мазохизму, потому что они берут тему, в отличие от всех остальных студентов, они берут темы, про которые мало того, что там сами, скорее всего, мало чего знают изначально, это темы, про которые научные руководители ничего не знают изначально, потому что изотопная экология – это реально новое направление в науке, очень пока что с большим количеством белых пятен, практически все изотопные задачи – это просто вот задачи с огромным количеством неизвестных, огромным количеством переменных, трактовать эти результаты всегда бывает очень-очень тяжело. когда получают трактовки этих результатов, это всегда очень большие научные достижения. Поэтому, соответственно, вот наша бригада самоубийц, которые выбрали себе такие вот страшные, сложные темы, сегодня нам расскажут, что у них получилось, что они смогли в этом направлении сделать, накопать, исследовать. Ну и да, сегодня у нас выступают студенты в разных весовых категориях, у нас тут есть и второй курс, который только-только начинает учиться грудить на веске, у нас есть третий курс, который уже активно занимается сбором материала, но при этом в большом счету до анализа дело почти что не дошло. Ну и единственный доклад, вот это Маша Гелова, Алена Судилова, это действительно работа, очень большая работа, которая длится уже третий год, кажется, вот если не четвертый. Ну и да, наконец-то она уже приобретает какой-то законченный вид, появились какие-то законченные результаты, ну и, наверное, именно с них мы и начнем. Пожалуйста. Темой нашей дипломной работы является особенностью функционирования стабильных изотопов и азотов тканей, в зависимости от типа ДИЛЕ. Использование стабильных изотопов в экологических исследованиях в настоящее время является эффективным инструментом при изучении физических структур и рациона животных. Распределение содержания стабильных изотопов в разных видах биологических и абиатических систем существенно различается. В особенности их распределения связаны с процессами фракционирования, то есть изменением концентрации изотопов в ходе многих биологических и диохимических процессов. Поэтому применение стабильных изотопов для изучения рациона животных и третических уровней требует априорных оценок факторов дискриминации, также называемых факторов фракционирования, которые представляют собой различие в изотопном составе между животным и его рационом питаниями. Исследования показали, что эти параметры варьируются в зависимости от вида, типа ткани, возраста, скорости роста и качества пищи. Поскольку оценка факторов дискриминации затруднительна, при рикосте рациона обе используется фиксированный фактор дискриминации, который для азота составляет примерно 3,5 промилле, а для ауклерода порядка 0,5 милле. Недавние исследования для получения количественных оценок доли определенного объекта в рационе показали ограничения применения стабильных изотопов углерода и азотов тканей крыс в зависимости от типа диеты. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи. Определить среднее величие фракционирования для стабильных изотопов углерода и азотов в зависимости от типа диеты, в зависимости от типа тканей и в зависимости от возраста. Наш эксперимент случился в следующем. Нами было выращено поколение лабораторных крыс, которые содержались на диетах фиксированных пищевого и изотопового состава. Именуем их дальнейшее растительное, белковое и смешанное. Диеты были составлены, растительная диета составлялась из рисовой, гречневой и пшеничной муки, овсякохлопья, манной крупы и отрубей. Белковая диета была составлена из фарша рапотресковых пород, но ввиду отсутствия в рыбе всех необходимых для роста живых, ну, животных веществ, фарш был добавлен 10% в массе растительной смеси, в перечень на сухую массу. Смешанная диета состояла из смеси фарша и растительного корма в пропорции 1 к 1. Все ингредиенты диеты были тщательно коммунизированы, чтобы обеспечить равномерный химический и изотопный состав. Эксперимент заключался в исследовании двух поколений животных, родителей и детей, находящихся на определенной диете. Для этого 4 взрослых крысы-самки были распределены на одну из трех экспериментальных диет. 2 самки на растительную диету и по одной самки на группу и смешанную диету. Самки находились на соответствующей неделе в течение месяца, после чего были обладатворены и продолжали оставаться на диете до завершения периода лотации и отъема потомства. По лучшим поколениям 4 детеныша, 2 самки и 1 самца были случайным образом выбраны из помета в каждой диетической группе. После завершения периода лотации, мать и 2 детеныша подвергались альтеназии с помощью альтеназии с помощью альтеназии, оставшиеся 10 самка и сумет оставались на диете, на котором находилась их мать в течение еще 1-2 месяца, после чего также подвергались альтеназии. Мы берем следующую маркировку образцов, которые будут использованы в дальнейшем, во всех его значениях. Это C, A означает сбытковая диета, M, A это смешанная диета, V, A, B, B это соответственно две растительные диеты. По колене крыс маркировали следующим образом. Единица мать, 2-3 это дети молочного расхармливания и 4-5 полуотребленные дети. Для маскоптерматического изменения использовали образцы шерсти и костей. Подготовка образцов шерсти заключалась в очистке их от липидов, растворе метанол-хлорафор и дальнейшем измельчении шерсти. Пробода подготовка костей для анализа сводилась как муки, так же костей от липидов и экстракции коллагена. Определение изотопного состава проводилось в лаборатории РПС Черповецкого государственного университета. Образцы разных тканей упаковывались в стандартной полоэнергии стаканчики для дальнейшего изотопного анализа. Массовый весок составлял 330 мкг, плюс-минус 10%. Изменения измерения углерода и азота проводились в использовании потеслительного реактора или изолинка. Образцы подавались в реактор с помощью автоснеплера. Сгорание происходило в атмосфере чистого кислорода при температуре 1020 градусов Цельсия. На используемый вариант при катализаторах, задержащийся в пробе, углерод превращался в углеродизодаз, а азот в Н2. Продукты сгорания подавались в масс-эктропитер в потоке через систему газораспределения КАНФЛА-4. К нами были использованы следующие стандарты для углерода и для азота, значения которых вы можете видеть в таблице. Теперь перейдем к результатам. Мы измерили изотопный состав корновых смесей. Значения вы видите в таблице. Мы видим, что для белковой диеты характерны были высокие значения по углероду и по азоту. Смешанная диета по сравнению с ней на 2 промилле объединена и по азоту, и по углероду. Для растителей калловой смеси значения углерода и азота соответствует третение обучения с Ц3-типом фотосинезом. На данном графике представлены результаты измерения изотопного состава в ткани рукавицы шерсти в КАНФЛА-4. Мы видим, что красным мы обозначили белковую диету, синим цветом смешанная диета и зеленая это родительная диета. Поскольку матери для нашего анализа не столь интересны, так как содержат остаточный цвет предыдущей диеты, мы их выделили белым цветом, чтобы не было никакого внимания. И в дальнейшем мы будем говорить о потомстве. На данных графиках мы не можем сравнивать показатели между диетами, так как у них изначально разный изотопный состав калловых смесей, но можем расследить изменения внутри диеты. Видим, что изотопный состав растительные будут наиболее объединены мульродом, наиболее обучены это белковая и смешанная диета. На данных графиках мы не видим показатели фракционирования изотопного состава тканей крыс, выращивающихся на разных калловых смесей. Здесь мы можем видеть, что у крыс, содержавшихся на белковой диете, величина количества фракционирования в каллироводах показались выше, чем у крыс, содержавшихся на растительной диете, как в волосах, так и в каллигене гостей. В каллигене гостей, содержавшихся на смешанной диете, величины графического фракционирования в каллироводах в волосах были близки к значениям растительных ядных, а в каллигене, против, были близки к значениям ухищных. Кроме того, мы видим, что значение графического фракционирования у каллировода стабильно ниже к крысу молочного в скамеле по сравнению с полуозревыми каллигенцами. Далее мы провели сравнение из этого фракционирования в показателе профильского фракционирования в шерсти каллигене полувозревого потомства, выращиванных на разных диетах. Мы видим, что стабильно для всех диет каллиген был более обогащен углеродом, причем наибольшая разница между шерстью и каллигеном будет наблюдаться у крыс смешанной диеты. Похожая картина будет наблюдаться и у крыс молочного вскармывания, также у каллигенов будет наиболее высокие значения, шерсти низкие, и также у смешанных эта разница будет наиболее заметна. Результаты каллигового представительства, мой коллега. На данном сайте увидим результат, идет он на состав тканей крыс, выращивались на разных диетах по азоту. Мы можем видеть, что у нас содержание азота зависит от типа диеты. Наименьшее значение по азоту у нас наблюдаются крыс, которые содержались на растительной диете, а значение азота у крыс, которые содержались на смешанной вековой диете, соответственно выше. При этом хорошо заметно, что крыс, которые находились на молочном сгармеле, показатели азота выше, чем у полузрелых крыс. Напомню, что у нас крыс в молочном сгарме обозначен треугольникой, полузрелые квадраты. На данном графике у нас представлены показатели фракционирования стабильного азота в природе в ткани крыс. У полузрелых крыс, содержавшихся на белковой смешанной диете, в причине трагического фракционирования азота в шерсти, оказывались выше, чем у крыс, содержавшихся на растительной диете. В половине кости значение трагического фракционирования у крыс Сергея были близки. Значение трагического фракционирования стабильно выше у крыс массово стороне на взгляд и крыс мы видим что значение азота шерсти стабильно выше значение при этом наибольшая разница между азотом 6 клаген держась на белковой диете а он с которой на смешанные между этими диета соответственно выключение амижа на этом сайте у нас представлены уже крысы молочное оскарбливание, мы наблюдаем аналогичную картину, что у нас злот шерсти превышает злот коллагена, но здесь у нас уже, наблюдаем обратную картину, у нас наибольшая разница между злотом шерсти и коллагеном уже наблюдаются укрыс, которые находились на растительной диете, а значения укрыс, которые находились на битковой диете, они незначительны. И на основе полученных нам результатов мы сформулируем следующие руки. Относительно углерода, критическое фракционирование стабильных затопов углерода зависит от типа диеты. Укрыс, содержавшихся на белковой диете, причины критического фракционирования оказывались выше, чем укрыс, содержавшихся на растительной диете, как в шерсти, так и в коллагене костей. Укрыс, содержавшихся на смешанной диете, величина углерода в шерсти были близки к значениям указательных язв, а в коллагене, как против близких значений к хищным. В различных показателях фракционирования, связанные с диетой, достигали 1,6 км шерсти и 3,2 км коллагене. Величина тропического фракционирования в коллагене костей оказывается стабильно выше, чем в шерсти. Наибольшая разница наблюдается у крыс, выращенных на смешанной диете, у хищных и растительная ягодных крыс разница меньше. После окончания молочных скармирования и изменения тропического фракционирования в тканях, крыс зависит как от диеты, так и от типа ткани. Значение углерода стабильно ниже у крыс молочных скармирования по сравнению с полувозрелыми крысами. У крыс на растительной и смешанной диетах появляются незначительные изменения. У крыс на белковой степени существенный рост. Мы получили данные относительно азота. Тропическое фракционирование стабильных изотопов азота зависит от типа диеты. У крыс, содержавшихся на белковой смешанной диете, величина тропического фракционирования в шерсти оказывается выше, чем у крыс, содержавшихся на растительной диете. В коллагене кости значение азота у крыс всех диет были близки. Различия показателя фракционирования, связанных с диетой, достигали 0,9 промилле в шерсти и 0,5 промилле в коллагене. Величие термического фракционирования азота в шерсти оказывается стабильно выше, чем в коллагене кости. Наибольшей разницей наблюдается у крыс выращенных на белковой диете. У крыс выращенных на смешанной растительной диетах разница меньше. После окончания молочного фракционирования наблюдалось снижение термического фракционирования во всех линиях эксперимента. Для шерсти это снижение составляло 1,3-1,5 промилле в независимой диете. В коллагене кости наибольшие унижения были отмечены для крыс белковой диеты. У крыс выращенных на смешанных растительных диетах различия меньше. Спасибо за внимание. Я готова ответить на Ваши вопросы. Давайте сначала студентов послушаем. Вопросы есть, наверное? Ну, понятно. У меня вот что... Первый вопрос можно, да? Вот здесь написано водорода, девочки. У нас не будет водорода. Ага. Ну, то есть вы имеете в виду, да, что это занесено уже туда, значит... Ну, то есть надо как-то, ну, менять. Вот. Я бы хотела, вот для разъяснения студентов, да, что такое фракционирование изотопов? Что это такое? Чтобы вот народ понял, что такое фракционирование изотопов? Вы не понимаете, что изменение соотношения изотопов... Так, еще раз. ...поднимает изменение соотношения изотопов. То есть это смещение изотопного состава. Проще, да? Проще, народ, изменение изотопного состава. То есть у Вас крысы какой-то изотопный состав и не изначально имели, да? То есть свой. И Вы их кормили разными диетами, чтобы посмотреть, что произошло, изменение изотопов. Понятно, то есть они разница. Было до этого 100, а стало потом столько. То есть проще, это изотопный состав крысы минус изотопный состав ее корма. Ну вот минус, они не поняли из-за того на состав корма. То есть разница между тем, что было и тем, что стало. Потом, да, просто вопрос, мне интересно, вы как диеты подбирали? Ну, то есть вот у вас соотношение диет, это из, вы проштудировали литературу, к примеру, да, и вот такое соотношение диет, или вы по микроэлементам, по составу, как? Ну, по составу, потому что вы были все, как сказать, питательные вещества, да, чтобы более-менее было... То есть соотношение белков, жиров и приводов, да, то есть вот, или как вы рассчитывали? А что вы тогда вы рассчитывали? То есть вы как соотношение питания это делали? Ну, учитывая, сколько у нас есть, у которых делится крыса, у них примерно состав, ну, такой, ну, а вот эта добавочка 10% она, да, в корм, где треска там у вас была, она как там влияла, то есть ее-то изотопный состав тоже учитывалось? Ну, конечно, у вас есть. Ага, хорошо. Так, у вас, вот у меня вот еще тоже, я не знаю, может быть так, то есть вы изначально говорили, брали ткани, да, кости, да, кости, а потом оказывается коллаген кости, может изначально как-то при выступлении сказать, что коллаген из костей, ну, то есть коллаген костей? Ну, да, коллаген костей, ну, нет, просто звучало кости сначала, то есть, а потом появился коллаген, потом появился коллаген без перехода, да, вот, ну, не знаю, это на мой взгляд, а мышцы почему не смотрели, или, а, еще просто, да, то есть оно в процессе, но еще не это самое, понятно, вот, и я вот, ну, не знаю, на графике можно переключить, где первые, Маша, делают у тебя первые графики? Ну, вот, можно даже вот, еще, вот здесь можно оставить, да, то есть, вот, как бы, я чисто для членов жюри, которые вот в этом практически ничего не понимают, когда, Маша, результаты говоришь, можно сделать, Сергеич, вот она говорит, допустим, да, для эти треугольнички, которые, вот они раз высветились эти, или поморгали, как-то это можно сделать, то есть, постепенно, или, то есть, или это сразу нанесено на график, и все, ну, я поняла, ага, просто, нет, я поняла, да, допустим, вот, народ не совсем понял, что можно показывать? Нет, показывать, ну, не знаю я, не знаю, мне вот просто, что раз, когда вы говорите, вот они, эти точки как-то, ну, появлялись, то есть, вот, на, вот, не знаю, как-то, да, ну, и такой у меня еще вопрос, наверное, последний, потом, как хотите, учите, мне вот интересно, то есть, вы выявили разницу, да, вы затопном составе, разные диеты, вот, скажите мне, пожалуйста, достоверно, вот, просто у вас там незначительные, да, разницы, это достоверное отличие или недостоверное, то есть, вы статистическую обработку делали? Да, сейчас мы не делали, у нас достаточно данных для статистической обработки, у нас подъехать, уже сзади едут. А, то есть, третий не было, да, да, хорошо было бы третий, хотя, ну, что-то, чего-то можно было, то есть, пока, пока сделать такой вывод, На статистику не будет, сложно будет так говорить, чтобы он был точный, да, то есть, потому что там, вот, разница, хорошо, и вот, последний вопрос, вот вы это выявили, и что теперь? То есть, у вас рекомендации по корму, то есть, вы для чего это вообще делали? Это, вот, как, фундаментальные исследования, потому что, ну, статья, по крайней мере, которую мы смотрели, и, ну, мы вот этих смотрели статьи, вот, там рассматриваются обычно в зависимости от корма кормового фактора, Либо они смотрят, ну, от диеты, ну, нет, ну, либо растительную диету, да, смотрят за три или за четыре? Да, либо просто смотрят, диета зависит, да, либо как тип ткани зависит. Так. У нас ведь это в комплексе, как на всему, что влияет, что может помочь, и изменяется вещество. И? Так, они к чему фундаментальные исследования, то есть, к чему? Да, это же исследование в изучении технических структур. А практическое применение вашего фундаментального исследования, то есть, ну, оно ляжет в основу, и что дальше? Ну, то есть, это в экологии, да, очень важно, на самом деле, ваше фундаментальное исследование? Да, это все, да. Хорошо, спасибо. На самом деле, я, может быть, даже отвечу на ваш вопрос. Нет, я поняла, девочки читали. Нет, они читали, я просто хочу обратить внимание на что, почему именно важно, что это в разных тканях. Дело в том, что, когда вы начинаете смотреть статьи по изотопной экологии, вот, одни авторы анализировали свой материал по шерсти, другие анализировали по экологену, третьи анализировали по мышцам. И дальше у тебя вот эти вот куча цифр, и эти цифры, они на самом деле разные. И вот, понятно, да. И вот эти вот поправочные коэффициенты, чтобы все эти разнородные данные собрать в единую кучу, вот, собственно, для чего это все делается. Нет, это и для этого тоже, да, и правильно они про трофический уровень сказали, и правильно сказали, что пока это, вот, Дмитрий Сергеевич, пока это статистически... Пока это статистически сложно, но тут надо понять, какие были технические проблемы. Это было 40 килограмм рыбного фарша. Так нет, это все понятно, это все понятно, это помещение, в котором видны вот крысы, это все понятно, но уже большой шаг сделан, я считаю, что это вообще, ну, хорошо. Я не знаю насчет, вот, как бы, вот, ну, у меня есть замечание, да, потому что, ну, вот, чисто по оформлению еще, да, может быть, там что-то, ну, что-то вот, да. Но я, в принципе, по речи как бы... Я думаю, этот возраст в месяцах надо просто убрать, просто заменить это на артиборию. Что-то режет глаз. Тут просто, почему это вылезло, потому что, кстати, вот, если кто-то здесь есть веганы, вот этот эксперимент, прежде всего прочего, показал, насколько вредно быть веганом. Потому что крысы, которые содержались на веганской диете, они вообще были дохлыми, хилыми, они достигли полового созревания только к двухмесячному возрасту. Что, вообще-то, для крысы ненормально, у них в месяц половое созревание. Вот, так что, поэтому тут, видите, зеленые, они смещены все примерно на один месяц. Вот, но я думаю, что просто действительно вместо этих месяцев просто категория. Да, 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 вот это, наверное, лучше будет. Да, лучше. Потому что немножечко смущает. И еще, скажите пару слов, почему было важно рассмотреть разницу между молочными и подросшими? Ну, потому что молочные с коронами будут являться следующим тривическим уровнем. И, по сути, так должно происходить в увеличениях и по улероду, и по азоту. Но для улерода это не так же делать у нас. Оно идет у полувозрелых выше, чем на молочных. Так, так, в литературе. Ну, вам тоже еще это доказать надо так-то. То есть, ну, уже есть. Да, то есть... У меня вопросов нет. Как там, Ольга Юрьевна? У меня есть по методике. Просто вопрос. Когда мы публикуемся в хороших журналах, там есть такой пунктик, этические принципы при работе с людьми и животными. Как вы это можете? Можете как-то это объяснить? Эфтаназия тут была. Вообще, мы пользуемся. Методические рекомендации, там, по окрасу гуманной эфтаназии животных. И мы туда смотрели, что допустимое для крысы, что недопустимое. Дальше тоже по методике. Вы ссылайтесь, что работа у вас была проведена согласно методике, доставленная статье о Коннелл в 2001 год. По коллагену они провели примерно, наверное, 5 или 6 разных методик. И в конце концов, на основе они всех этих методик собрали свою. Мне просто интересно, да, ссылайтесь на Коннелла. Нет, смотри, по костям, по коллагену они на другого ссылаются. Ну, просто может, не знаю, у вас опубликована же уже эта методика? Может, вам из самих себя что у вас заработано ссылаться? Нет, мы не публиковали. Опубликуйтесь, ссылайтесь. Ну, как-то реально. У меня такой интерес. На этих авторов многие ссылаются. Да, это у всех работах, они на Коннах просылаются. Да, да. Вот они будут проиграть. Ну, и я бы хотела каждую диаграмму по результатам обсудить вместе с вами. Давайте по результатам. Напомните, здесь у нас сравнение фракционировано, как коллаген и фракционировано. Почему коллаген обогащен по углеродам? Это, опять, в битературе, как у нас на самом деле, это подтверждается. Там связано с именовидословным суставом коллагена и тиратина. И в коллагене азот природа больше обогащен. Обогащен, азот природа, поэтому очень обогащен. Хорошо, давайте следующий. Такой же для морочных скалин. Ага, ну понятно. Давайте дальше. Так, а здесь, здесь азот шерсти выше, чем коллаген, да? Нет, здесь, азот шерсти выше, чем коллаген, да? А здесь можете пояснить вот эту диаграмму? Маша, еще раз, пожалуйста. Не, али, 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 азот азот. Простите, али, где я так, у них уровень, аглажен, же. А это у нас получается, где-то у них уровень выше, а вот это, у кого, у них самая высокий уровень. Ну вот объясните, почему в белковой диете уровень азота выше? Это связано с тем, что увеличивается количество белка в рационе, чем больше белка в рационе, тем выше трофический уровень. Ну, сажение. Нет, Маш, здесь немножко, может быть, неправильно будет. Смотри, раститель, в растениях же тоже аминокислоты, да? И в белках аминокислоты. Так вот, может быть, в другой точке. Может, увеличивается количество азота? Ну, давайте для начала просто, что этот график, как видите, малая дельта. Да, это не фракционирование. Это не фракционирование. То есть здесь... Здесь мы сравнивать диеты не можем, потому что у них изначально отличался их рацион питания. То есть на этом графике, на самом деле, вызвано? Рацион как-то. Тогда рисунок. Показывайте следующее. Нет, тогда рисунок. Это название рисунка. Если мы диеты не сравниваем, название рисунка изменим. Ну, как концовку. Нет, это изотопный состав. А следующий, давайте следующий. Следующий тоже показали фракционеры. А, большая дельта должна быть. Вот, дельта. Ну, хорошо, пояснись мне, что-то малая дельта и большая дельта. Малая дельта – это просто чистый изотопный состав ткани, а большая дельта – это как раз изотопный состав ткани за вычетом диеты. Это то, как раз изотопный состав ткани, то есть смещение. Угу. Угу. Хорошо. Да, взрыв, как сказать, азот от шерсти, коллогени, да взрыв. Вот, да, вот тут у меня вопрос – азот от шерсти выше, чем в коллогене. Но мы это не рассматриваем, вероятно, это связано с аминокислотным составом и шерсти коллогена. Мы должны понимать, я не знаю, в видении, в нет-обзоре. Это поясняется ссылками. То есть вот, аминокислот там больше – это хуже дело. Вот, но это как-то доказывать не просто, да, вот мы считаем так, а все-таки с какими-то ссылками на достоверную терапию. Это никто никогда не доказал. Да? Но они еще пока… Это явление, это результат взаимодействия тысяч переменных. Каждая биохимическая реакция в организме сопровождается каким-то изотопным фракционированием. Вот, и коллоген, и кератин – это результат тысяч биохимических реакций, в каждой из которых каким-то образом фракционировались изотопы. Вот, поэтому то, что мы на выходе получаем, это такая вот общая вещь, интегрированная. И пока не сделать это на данный момент. На данный момент не сделать не только хрим, а на данный момент это не сделал еще вообще никто. Ну, может и сделаете кто-то. Да, я вас умоляю. Ну, просто интересно, почему, да, шерсть у нас… Нет, ссылаться можно на аминокислотный состав, но тогда более подтвержденная. Ну, например, для университета была лица, вы можете посмотреть на аминокислотный состав. Ага, а здесь нужно посмотреть просто. Да. Наскидут сейчас так, тоже у нас хватает, конечно. Угу. Ну, девочки, договоритесь, что я, Елена Сергеевича. Про возобновление тканей. Потому что коллоген будет формироваться, ну, в первом месяце. И пока мы как разданного влочных бутонос, уже не смотрели, после того, что все было сформировано, и к тканям настюрные есть. Это животное средство. Ну, вот, я не знаю, по животным, как я и не помню. Или у нас это было по животным, я не помню. Помните, мы возобновление тканей, да, по биофизике рассматривали табличку-то? Кто за сколько времени, период возобновления вообще. Ну, там было, по-моему, организм человека. Вот. Ну, скорее всего, есть по животным. Но это большая работа, я считаю, что вот сейчас ее не нужно, наверное, сюда подтягивать. То есть это в дальнейшем, если будете работать дальше, то, ну, надо будет посмотреть. Вопросы просто возникают, видите. Хотя, Дмитрий Сергеевич, у вас вырули туда, куда там. Какие вопросы будут возникать уже в других местах, когда статьи будете подавать, там, может быть. Вот, да, озадачиться этим тоже. У меня вопросы, да, вы говорите, то, что вы можете проводить какой-то статистический анализ из-за недостатка объема материалов. В дальнейшем будете добирать материал, там, не знаю, там, администратура кандидатская, как-то еще раз проводить? Или как? Или у вас просто не будет, не будете статистически как-то сами просто другом? Просто вот у нас есть, так, есть, так. Их водород еще не доработал, мышца он еще не доработал. Вот это посмотреть можно. Да, то есть, я понимаю. Может быть, стоило вначале взять, не знаю. Да, не получилось. Проблема была именно в том, что для такого эксперимента нужно сразу изначально запустить весь вот этот вот спектр продуктов. Все эти продукты, да. Их надо сразу же в самом начале коммунинизировать, перемешать. И уже потом вот эту смесь, которая там хранится в морозилке, ее там в течение нескольких месяцев скармливать. Вот эти вот крысюки, сколько там, пять штук хищных и пять штук... Растительноядные лапы. Ну, растительноядные лапы. Растительноядные все легко. Эти крупы, они как раз легко хранятся. Вот смешанные и хищные, они за эти месяцы сожрали 40 килограмм рыбного фарша. У нас там был вот этот вот морозильник, он был просто битком набит рыбным фаршем. А перед этим этот рыбный фарш был весь выверен в ванну. Я думаю, что с руками кто-то не ешь. Ой, а может насчет рыбного фарша? У рыбы, мы знаем, есть ртуть осмотрение, нет? Нет. Содержание ртути в рыбе. Посмотрите. Ну, тоже было бы интересно, да? Могу я как там работаю с ртутью. Было бы интересно, какой рыбой вы ее кормили, с каким? Треской они кормили. Тресковых фарш был. Тресковых фарш был. Ну, не знаю, и куда сюда ртуть прилепить. Ну, чисто накопление посмотреть. Ну, можем. Мы тебе блок шерсти дадим. Да. У меня все. Народ, вопросы появились ли? Все уже загрузились. Ладно, давайте, наверное, кого-нибудь следующего. Да. Спасибо. Сначала мы, значит, закончим с докладами, потом будем постерами заниматься. Итак, значит, у нас следующий доклад. Это Вагирова Арзу и Шарапова Лизавета. Странительный анализ содержания изотопов углевого шерсти масты Камаядных в Вологодской области и Дальнего Востока. Тема у нас немножечко поменялась. А, уже поменялась. А, уже поменялась. А, сейчас поменялась уже. Не-не. Все тоже. Тема нашей работы и задобная характеристика земерой двухтаёжных регионов России. Ну, нужно сказать то, что изучение процессов переваривания сообществозночных животных является актуальным направлением современной экологии. А земерой, в свою очередь, является крайним объектом для исследования. Цель нашей работы состоит в сравнении -отношения язоток углевого та и окTA в ширсти земерой привести сомнительный анализ содержания изотопов изотопа и у природы шести землерой при восточной светлой линии и Вологодской области? Нажми, пожалуйста. Мы были, люди, научно-надвизной, мы считаем, является то, что методы изотопной масс-спектрометрии они впервые использованы в лабораторных условиях для сравнения изотопной характеристики землерой восточной и восточной линии и Вологодской области. Практической значимостью же является то, что полученные результаты они уточняют трофический уровень землерой в восточной сихоте и в Вологодской области, который до этого изучался классическими методами. Объект изотопной масс-спектрометрии в двух приемах. Первый — это сихоте и олинии, он выделен красным методом на карте. Вообще считается, что сихоте и олинии — это горное сооружение в изотопной скорости и скрепчатости Тихо-Янского пояса. Расположен на территории Тимурского и Хабаровского краев. Располагается в самой южной части Евразии в зоне умеренного периода лесов. Техологически он отличается от окружающих как и регионов, поскольку теплому климату и заморского влияния. Следующий регион — это Вологодская область, он выделен на карте с желтой меткой. Она расположена на севере восточной Европейской гранины в таежной зоне. Кремы на территории Вологодской области умерены континентальны, с относительным кротким теплым летом и продолжительной полной зимы. Территория области расположена на зоне избыточного увлажения, так как количество осадков превышает испарение. Это способствует формированию густой гидрологической сети, решения образования Вологод. Для выполнения нашей работы нам было предоставлено материал в объеме 82 экземпляров землерой, которые были созданы Надежда Яковлевна и Казубна в районе юго-восточного сихотерария и также 57 экземпляров землерой созданы в Вологодской области. Для подземления соотношения изотоков углеводов и азотов в шерсти землерой использовался метод изотопной масс-эффектрометрии. Который лов землерой был осуществлен при помощи ловчих статанок и вёдер, объединенных направляющих дорожек, и ловчих конусов с направляющим полиэтиленом заборчиком. Для работы на изотопной масс-эффектрометрии должны были прийти в новую подготовку. Она приходит на несколько этапов. Первый этап – это стрижка, то есть несколько грамм шерсти сыграли со спиной части землерой не более чем 2 мм. Налезанная шерсть началась в прибирку до эпиндорфа. Следующий этап – это промывка. То есть все пробы были очищены растворителем плороформатого ловного холста в соотношении 2 к 1 мм. Далее же образцы помечаются турсковую ванную на 40 мм. Следуем за этим 2 этап – центрифугирования. Пробы помечаются в центрифугу на 8-10 мм. После центрифугирования лишняя жидкость из прибирки выливается, процесс промывки с последующим центрифугированием в 3-5 раз. После этого образцы отправляются на сушку на 2 суток. При температуре минус 16 градусов. Следующий шаг наше работы состоял из подготовки на весах. Производилась пленая резкость каждой плавы. При этом использовались зиматические весы. Был дан определенный предел для массы образца примерно 330 мг. В работе были также использованы алагиальные стаканчики, в которые закладывались шерстью мируек. То есть далее стаканчик с шерстью взвешивается, затем распечатывается с последующим перегибанием специальными пинцетами. Дальней обработкой образцов в институтном анализаторе занимался ведущий научный руководитель лаборатории палеоэнкологии ЧГУ Дмитрий Сергеевич Попылов. После получения всех данных паземерой, от него видят объекты и графики с результатами. Мы должны провести анализ и эстетическую обработку по ним. Хотелось бы отметить наши предварительные результаты пока что на данный момент. На основании ранее проведенного нашего исследования, которое было в 2020 году, можно предварительно отметить, что землеройки именно юго-восточного север-тайгини находятся приблизительно на одном трофическом уровне даже с тиграми Дальнего Востока. Дальше нам было отмечено то, что данные между самым самками и самцами варьируются в одной области и было предположено, что не существует какой-либо зависимости изотопного состава от пола. Также было выяснено, что соотношение стабильных изотопов азота и углеводов исследованных видов семейства зенгеройковых изменяется в широких пределах, что указывает на разнообразие состава их рациона. В дальнейшем же нам предстоит обработать результаты по содержанию изотопов именно в 6 землеройковой области. И на данный момент по результатам исследовательного анализа содержания изотопов в грунхе в 6 землероек в Восточном север-тайгини и Волготской области необходимо оценить различия их в трофическом уровне. И это нам предстоит сделать в помощи статистической обработки. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Потому что мы с Надеждой Дьяками эту табличку видели, а остальные это не видели. И там действительно интересно получается, потому что звери, но они вообще разные. Некоторые на уровне тигров, некоторые получаются более хищные, чем тигры. Так что там будет весьма интересно. Нет, вот я бы хотела увидеть рисунок не только табличку, а рисунок трофических уровней. Конечно, конечно. Ну, диаграмм. Да, ну, что ему быть? То есть, где, на каком они трофическом уровне все-таки? Ну и, конечно, да, интересно будет сравнить это с Логовской областью. А Логовской областью еще немедленно, да? Вы нам же сами позачивались, так? Мы их еще не уработали. То есть мы бы хотели, чтобы примерно равное количество было для сравнения при статистики. Но это было лучше, да. То есть имеем то, что имеем. А у вас есть равное количество? Пока что нет, но... Не обязательно, там и там где-то десятка по два-три. Нет, то есть в одном 82, в другом 57. Вот, вот такое это самое... Чего вам мучиться-то? Ну, вот хорошее. Можно добрать. Да, пускай. Ну, я говорю про Вологодскую, то можно добрать рядом, недалеко. Так-то. Может, есть уже где-то? А надо ли добирать? А вдруг все-таки 30? Людиниц разницы. Кто его знает. Надо смотреть. Надо смотреть. Сейчас четко говорить. Мы же даже не видим таблицы того, что, да? Да. Поэтому здесь сейчас сложно сказать. Нет, они просто написали, варьируются в больших... То есть разброс большой. Так вот, насколько у них большой? Может, действительно тогда им надо добирать будет, чтобы что-то сделать? Там есть математические способы, чтобы понять, надо добирать или не добирать. Нет, это я понимаю. Просто мы не видим сейчас даже просто, да? Да. Надо посмотреть на результат. Ну, что? По результатам понятно будет, им надо добирать или нет. Если там будет... Нет, ну и что. Угу. Угу. Нет, я не говорю, что плохо, но как бы... Там скорее анализировать уже надо то, что есть, а уж по результатам анализа решить и добирать или не добирать. Ну, у них диплом, они успеют туда брать, наверное, только что как прибор занят или нет. Ну, кстати, с прибором, да, там что-то стаканчиков пока не привезли. Значит, вот здесь... Измерений у нас осталось мало. Газа в смысле? Нет, это расходников, стаканчиков. Ага. Стаканчиков мало. Ну, ладно. Есть ли какая-нибудь гипотеза по сравнению вот этих ухроёнов? Ну, сейчас, на самом деле, пока что неизвестно, но... Мы можем сказать, что там всё-таки прибрежный там... Во всех этой арене, это прибрежный морской район, и там есть определенные эндемики как раз насекомых. И, возможно, они как-то влияют на это. Но это не точно ещё. Пока что у вас идут. Подриём. 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 Вот, на самом деле, я примерно понимаю, что эта подводка, это подводка под изотопную карту. Потому что мы более-менее хорошо понимаем, что есть вот эти вот... На карте паттерное распределение водорода, кислорода под изотопную. Сейчас вот в этом году вышла работа по азоту в Южной Америке, и оказалось, что он тоже на карте распределяется по этим изолениям. Вот. Так что это может быть как раз заготовка под изотопное картирование углевод азота. Только углевод азота в городе планируют смотреть? Ну, может быть, и будем. Вот, потом. Я думала, что планируют всё, планируют. Я думала, что всё. Ну, планируют много чего планируют. Денег-то не дали всё там. Так что дальше мы, может, планируют сколько угодно. Расходники кончатся, и всё. Так. Ну, вот эти вот конусы страшные, девчонки. Ну, простите, просто не мешки. То, что у вас было уже сейчас внимание афировали. Да, да. Вот так-то, да? Слушайте, а вы говорите, вы их пять раз нули? Да, мы их пять раз нули. Вы вроде бы сами сказали, что делаете это. Мы делали пять раз нули. Да нет, по-моему, вы там в конечном итоге пришли к тому, что там два-три раза достаточно. Почему-то до нас это не дошло? Да. А вы ещё имейте в виду. Нет уж, делали пять раз так. Вот и всё теперь по пять раз. Ну, вот что касаемо этого волоса. Когда у меня раствор прозрачный, тогда я подпринимаю, что да, всё. Этот материал готов. То есть вы тоже ориентируйтесь по прозрачности раствора. А вот мы побоялись. Вы сказали пять раз так и сделали. Ну, конечно. Да. То есть сейчас, да, мы делаем. Ну и, как я понимаю, может быть не надо вот так вот подробно методики, ну то есть что мы не делали, потому что иначе потом временно результатов не хватит. То есть я так понимаю, что… Ну, это пока что. Ну да. Ну да. Лучше вас спросят потом по методике и вы как бы перескакали. Скажите. Вот как девочки, да, по такой методике, по такой методике. Ну, всё нормально. Ну, если кому-то будет интересно, уже, ну, расскажете. То есть материалы методов были краткие, да. Один из вас достаточно, да. Нет, так как материалы и методы, в них есть некоторые вещи универсальные, есть некоторые вещи специфические для вашей работы. Методика РМС-анализа, она одинаковая у всех. То есть про неё вы можете просто вот в докладе, в статье и в дипломе когда будете писать. Там всё подробно прописывается. Там, да. В докладе просто, говорите, измерили на таком-то маскоперметре по стандартной методике. Если кому-то непонятно, потом спросят. А вот уже, что касается материала, то есть вот, где, какие животные, в каком количестве, где собраны какие методы, вот про это уже подробно рассказать. Это расскажет. Ну, может, не особо подробно. Нет, как они крутили стаканчики, допустим, да, и как они взвешивались. Как крутили стаканчики, это всё входит в понятие стандартной методики. Я тоже так думаю. Про отмывку. Это научие. Ну, тоже, да, там сказать, что отмывали метанол-хлороформия. Всё. Опять-таки, если кому-то непонятно, задают вопрос, какие образы мы опять отмывали. Ладно. Всё. Ну, мы просто надеемся, что там результат уже будет, да? Да. Ну, чего-нибудь там уже. Так, вопросы ещё есть? Вопросы. Оля. Тебе нравится? Ладно. Ну, всё, тогда спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Так. Следующий доклад у нас будет из Гирёва Ирина. Содержание изотопов в костях и шерсти животных. Спасибо. 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 Могу убрать слово «опорный гус». Меня доставили. А сама убрать слово «опорный гус». Тема моей работы сейчас звучит вот так. Почему? Потому что на самом деле она прямо сейчас редактируется, потому что около года я работала с Костями. Моя работа должна была заключаться в рассмотрении коллагена в Костях тигра. Но так как вот мы отрабатывали методику и до сих Мы, конечно, пришли к чему-то, но не можем сказать и быть уверенными, что она подходящая, то есть результатов каковых у меня нет. И теперь моя дипломная работа будет заключаться в изотопленном составе шерсти в Великобритании Холомонской области. Образцы нам предоставляет Музей природы города Чеповца и ТОТЬМА. Вот мы с Оргой Юрьевной договорились. Цель работы – установление соотношений изотопов углерода и азота в костях и шерсти животных. Задачи – первое – это выяснить содержание изотопов углерода и азота в костях животных. Второе – выяснить содержание изотопов углерода и азота в шерсти животных. Третье – сравнить полученные данные со усведениями имеющимися в литературе. Четвертое – выяснить содержание животных животных. А вот все же все данные, которые мы получили, изучая методику по подготовке по костям. То есть это рекомендации, которые я могу сказать. Первое – то, что кость нельзя отмечать в порошок. Ей лучше было бы дробительно фрагмент от одного до трех миллиметров. Кость при этом не должна быть выпрямлена или отмечена. А я в основном более 10 образцов просто перемалывала хорошо. Второе – это заливать кость раствором саранной кислоты, следуя в соответствии с 1,25. Если объем жидкости будет больше, то возможны большие потери коллагена. Третье – свежие кости необходимо промыть растворами до многого хлороформа 3 раза по 20 минут, поскольку необходимо обезжирить кость. Четвертое – лучше сразу залить кость в пробирке эпидорфла, чтобы и не допустить переливания в другие тару, и сразу можно использовать пробирки эпидиаций трефугивания. И пятое – для каждого образца время и вытяжки все же разнится, и нужно следить за тем, вытяжился уже в 3-3 раз или нет. А это таблица по тем животным, которые уже исследованы. Они размещены по отрядам и написаны без животных. Это животные из музея Череповца. Материалы и методы исследования. Первое – это низание шерсти. То есть нам предоставлены шерсть достаточно крупных таких размеров. Шерсть вырезается от 1 до 2 мм. Это эпидорф. Далее шерсть заливается хлороформ метанолом соотношением 2 к 1 мм и промывается в течение 40 минут, после чего она оцентрифугируется и сливается в метанолом. Я промывала данные образцы от 2 до 4 раз, так как многие из них были не только обработаны, но еще и окрашены. и у нас уже есть результаты. Ну, как ты про это сама? Как сказать? Ну, мне пока сложно объяснить, что случилось. Ну, вы как-то график-то построили? Построили. Ну, по каким данным? Ну, я могу сказать, что многие образцы, они достаточно хорошо варьируют. То есть они не сосредоточены по правилам. Но у нас и сами образцы, они же разных годов. Ну, то есть там есть и тысяча восемь лет. А чего тогда? Ну, то есть, зачем тогда на один график, если вы считаете, что там могут быть различия? Нет, пока мы поставили один график, потому что если так не так много, после мы все это различим. Очень непонятно. Да. Так. Можем назад? Давайте закончим. Да, Ира, давайте заканчивать. И вот еще две таблицы по стопоцитам. То есть азот. Значение, да? Да, значение. Да, значение. Азот. То есть я думаю, что в моей дипломной работе я укажу и то, какие данные у меня получились с работой с гостями и с шерстью. А итог какой-то есть, выводы или дальше что-то есть? Нет. Я считаю, что мы будем сравнивать вот эти вот старые посты, которые хранятся в музее. Ира, доклад закончен или не закончен? Да. Ага. Ладно. Слух, у нас конференция образовательная. Я сейчас выйду к доске и задал вопрос не только докладчику. Мы вообще все это не делаем. А вы одной молчите, потому что сегодня я не работаю ждал. Это одной тоже? Да. 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 Нет. Нет. Это округленная цифра. Да? Вот это? То есть минус 0,5. Это? Это 1, 0, 2, 5. 4 знака после запятой. У нас точность измерения, ну, в лучшем случае, 2 десятых. Никогда не делайте таких ошибок. Всегда следите за тем, сколько знаков после запятой вы ставите. 4 знаков там даже прибор не выдает. Прибор выдает 3 знака. При том, что мы знаем, что он, на самом деле, последние 2 знака всегда врет. В лучшем случае, 1 знак для углерота азота. Ну, Ира, давай на задачи. Я с темой, конечно, не совсем поняла, что у тебя здесь просто животные написано. Так, животные или животные Вологодской области. Ну, это вы уточните. Будет Вологодская область. Понятно, да. Так, вот все-таки, да, в костях или в коллагене. То есть, я понимаю, да, коллаген в костях. Давайте уточняться все-таки. Вот, хотя, вот здесь в скобочках уточнение. В костях, в скобочках коллаген. Угу. Так, методику. Вот, где у вас там уточнение методики? У вас по костям. Я вот здесь не поняла. То есть, измельчить кости, залить раствором, а потом свежие кости промыть в растворе. То есть, что последовательность тут не нарушена? Я вот просто спрашиваю, я не знаю. То есть, у нас была методика, а это уже рекомендации к ней? Нет. Вот как бы, ну, наверное, рекомендации по последовательности, как это делается. Ага. Вы же сотрудничали по этой методике? Нет. А, то есть, вы независимо нарабатывали. Ну, тогда понятно. Ну, просто тогда надо, всем, кто работает с коллагеном, надо тогда подойти к Маше Соленой. Точнее, Маше Соленой надо подробно расписать свою методику, потому что у них, в конце концов, получилось. Слышите, да? Я помню, это получилось сильно не сразу, там, наверное, месяца полтора бились над этой методикой. И вот здесь вот, непонятно даже, что за чем следует. Следует, и вот изменение в пробу подготовки, да, как бы, ну, я не знаю, я вот поэтому и говорю, может вам опубликоваться, да, то есть, вот это, на каком основании они вот это сделали? Знаете, ну, публиковаться, я не знаю, потому что опубликованных этих методик, собственно, их и было, там, сколько мы там нашли, наверное, 5-6 методик, и пробовали разные. Они все, все, одна за другую, не получались. Девочки, сходу статью, по идее, представляют через неделю. То есть... Вот с какими уточнялами, и что сообщил? Не, ну, что касается публикации, ну, понятно, что, когда дают эту публикацию результатов по крысам, там, действительно, будет в этом материал и методе раздел, как делают коллаген. То есть, вот, навод вообще сейчас, вот, параллельно, что какие-то изменения там у вас в методике сделаны, вот, то есть, ссылка на методики, на основании, стандартные, как бы, да, вот, а это должно, потому что сразу возникает вопрос, а на каком основании, а вы уверены, что вы правильно сделали? Все, можно забирать документы, ну, то есть, как бы, ну, раз уверенности не будет, то есть, надо обосновать, что, почему тогда, да, то есть, это совершенно, это просто другая тема по методике, понимаете? Мы же просто тоже отрабатываем, вот, да, разные методики на экстракцию спиртом, экстракцию цитоном, что лучше, ну, там разные вещества, то есть, здесь аналогичная ситуация, вопросов куча. Тут действительно вопросов куча, была большая морока, было много весьма неочевидных вещей, что, например, вначале все думали просто, что надо измельчить кость, чтобы оттуда лучше вытягивалось, потом вдруг выяснилось, что если она измельченная, все ерунда получается, если взять просто здоровенный кусок, положить в кислоту, все идет отлично. Нет, ну, я и говорю, поэтому, вот, как-то она может акцентами делать, вот, по крайней мере, сейчас, да, для диплома, там, в статьях вы уже сами, ну. Ну, для диплома, ладно, тут, для диплома, надо, конечно, поработать еще над названием. Ну, это да. Потому что, в, что тут, костях и шерсти животных. Да, животных просто, каких животных, какой? Потому что, я могла бы перейти просто на исследование, вот, музейных этих областей. Ну, Надежда, я говорю, я же работала с костями, я же должна это указать, значит, и, то есть, как она это сформулирует просто? Скорее, да, скорее, некоторых млекопитающих. Ну, вот, и, вот, у меня вот по этой таблице сразу вопрос. Вот это азот в штуках, это что такое? Количество, наверное. Количество. Азота? Нет, n это количество. А, n это количество. Так, может, n маленькое тогда это будет количество? А вот обработанные образцы, вот это ноль то обязательно указывать? Нет. Или что? Это что такое? Только мы на данный момент видим. Пока не сделано. То есть, это пока не сделано. Так, не ставим дальше. Так, не ставим дальше про это. Ну вот с этим все понятно, да, то есть что ничего не понятно, то есть как. Вот я еще хотела спросить вопрос, так вы молчите, вот это отрицательное значение дельта, да, и вот обозначение все-таки, да, дельта, дельта же не дельт должно быть. Ну, вообще дельта просто, ну, поскольку мы там в рабочих своих документах это там пишем тысячу раз, поэтому и вместо дельты часто ставим д, в верхний индекс эту цифру не переносим, ну просто потому что каждый раз это делать, это заморочить. Ну, понятно. Ну, в докладе, конечно, лучше бы написать. Лучше правильно все писать, но оси, так, пение, это что значит, минус? Ну, вот минус 25, да? Ну, ты понимаешь, я помню, что в этом число выявил. Сейчас уже не могу сказать. Ира, чьи результаты? Маши. Маши. Звучит очень обширно. Так, следующий слайд, понятно. Но здесь Дмитрий Сергеевич уже все сказал. Нет, можно... Да, я еще, да, тоже хотела. Да, Оль, давай. Ну, может, у нас одинаковый вопрос. Меня интересовало стандартное отклонение. Что-то такое и почему оно такое. В общем, вот эти данные именно получили, как говорят, вместе с Аней Мухиной. Поэтому вот здесь она сконсультировалась. Ну, допустим, то есть, вот перед этого, то, что пока не знаю. Ага, то есть, вот, например, давайте посмотрим. Медовидная собака, среднее значение, почти восьмерка. Ошибка среднего, почти такое же значение. Стандартное отклонение в полтора раза больше. Может быть, как-то, не знаю. Нет, в данном случае стандартное отклонение легко может быть больше, чем среднее, потому что это шкала, как она называется, такая шкала? Это другая, в смысле? Ну, да, да, да. Ошибка среднего. Может быть, не знаю, больше материал выбрать, может быть, проверить, правильно ли... Правильно сделано. Правильно сделано. Потому что, в каких-то случаях, в каких-то случаях, либо разделить по районам, я не знаю. Ну, да, да, да. Понять, в чем разница? Я знаю, в чем разница. У них, вот она сама сказала, разные образцы разных годов, может быть это. Возможно. То есть, не объединять? То есть, надо посмотреть внутри группы, что происходит. Я просто что-то на графике не убил такого большего стандартного отклонения. Можно еще раз график вернуть? Средняя восьмерка, SD12, средняя восьмерка, ненадовидные собаки, вот эти синенькие. Слушайте, ну нет тут SD12. Ну, вот, значит, кто-то где-то... Тут вся выборка от абсолютного минимума до абсолютного максимума ложится в 6 единиц дельта. Там не может быть SD12. Ну, да, где-то там. То есть, надо расчеты проверить. Да. И, кстати, там еще значение минимальное, максимальное, тоже очень понятно, что это значит. Ну, верните, пожалуйста, следующий. У них просто, они просто взяли все, вот этот выбор по 14, я понимаю. Нет, нет, это понятно, но минимальное и максимальное значение, это значение чего? Да, ну, непонятно. Вот я хотела спросить по этим столбцам. Вопрос у меня и был. То есть, у них средняя 7, а минимальная и максимальная, то есть, средняя не ложится вот в этот интервал. Да, максимальная и меньше минимальная. Ну, да, да. То есть, вот у меня вопрос, то есть, Ира, вот эта таблица вообще что у нас значит? Ну, в общем, результат вам надо доработать. Потому что непонятно. А почему тогда, если вот здесь вот минимальное, максимальное приведено, а почему там вот где выдра, рысь, а, ну там только одно изменение? Ну, там вообще не очень понятно, потому что если оно одно, то по одному мы не можем считать. Да, 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 да. Два менее, не ошибу среднего. Как они сделали-то все остальное? Ну, здесь просто записали... Нет, вот просто вот эти два столбца, они сразу, понимаете, бьют. Потому что средняя тут 4, посмотрите, они по всем практически. Не практически, а по всем получается. В общем, давайте еще раз к Любе. Еще консультироваться. Нет, да, это так, это еще. Так аналогичная ситуация. Да, и почему, да, минус. Вот почему минус. Средняя, как в минусе это может быть? А, ну, кстати, да, стандартная, в принципе, действительно не может быть минус. Ну, стандартная, да, а средняя-то тоже в минусе вроде не может быть. Ира, что-то будут левые таблицы. Что-то тут не то, да, надо разобраться. Ну, ты не как-то, я бы на столько-то себя встанет. Вот еще вопрос был, да, девочки, да, конечно. Можно спросить, я потом сказала, что вы очищаете, что вы у нас ангибида, и чего-то надо. Зачем он ангибидах очищает? Понятно? Ну, так вот, удачи, через год защита. Ира, надо знать вот это. Я понимаю, я занималась все, пробовала подготовкой. Сначала из костюмей у нас началось. Так, нет, стоп, ты занималась пробоводготовкой, очищала от липидов. Зачем? Ну, видимо, она выполняла механическую работу, а никто в теории ей не объяснил. Да, она как пробовала, а думать-то. Видимо, не было наставника, не знаю. Ну, это, видимо, вообще для всех студентов, которые этим занимаются. Просто для понимания, я вот уже несколько раз сказал, что все вот эти результаты – это сумма безумного количества перемен. Поэтому, чтобы хоть как-то оптимизировать эту дико сложную систему, мы всегда для анализа должны взять чистое вещество. Ну, волос – это простой вариант. Волос – это почти что чистый кератин. То есть, достаточно просто смыть с него эту жир, эту грязь, и тогда все нормально. С костью сложно, но из нее можно выделить коллаген. Тоже чистое вещество. Если мы начинаем мерить смесь веществ, то это получается, результат измерения, такая помойка, из которого данных извлечь вообще практически невозможно. Поэтому всегда чистое, всегда чистые вещества. Хотя, честно, мы тут, по-моему, с Машей Аленой пробовали, даже так, интересно, ради метод мышцы, как бы обезжиренные, не обезжиренные. Ну, сдвиги есть, но не такие страшные, как это. Да, как смотришь, сколько жиров это взяли. Кстати, да, мы же там еще обнаружили, что те крыс, которые были жирненькие, у них сдвиг сильные, а те, которые были точненькие, у них сдвиг небольшие. Смотря какие вот там еще. Тут тоже надо. Нет, раз чистое вещество, значит, чистое вещество. Да, оно должно быть чистым. У меня еще рекомендации, совет. У вас, да, животные из музея Щерповецкого, всю легенду собрать и при обработке всю легенду. Не из Щерповецкого района, не из Щерповецкого района. То есть, откуда они были взяты, и я вот не знаю, тут нужно смотреть внутри выборки, можно ли будет проведить какие-то сравнения. Ну да, поскольку там машинка средняя, а она равно средняя. Как-то что-то было. Нет, много интересного. Еще, на самом деле, что интересное, это то, что ежик-то тут яблочками питается, судя по этой диаграмме. Там два ежика. Очень большой вопрос по ежику. Вот тот, который высоко, в это верю, а под который низко, все-таки не яблочками пытается. А особо нет, у него недостаток был. Ладно, ну хорошо, спасибо. Давайте дальше. В этом яблок ничего не было. Дальше у нас будет Щукино-фаре. Сезонные изменения изотопов мелких вредопитающих. Тема работы – это сезонные изменения изотопов у мелких вредопитающих. И сразу же хотела себе знать, почему. Это важно. Сегодня, как уже можно заметить, активно развиваются различные новые методы исследований. И несмотря на то, что открытие изотопной массы спектрометрии вообще было еще в прошлом веке, в 20-м, только в нашем мире он начал активно применяться и использоваться. В России это уже не новое явление, но отключение вот в динамике конкретных сезонных изменений в нашей стране вообще не изучалось. В мире всего есть несколько исследований на данную тему, и поэтому мы считаем, что любое использование этого метода для изучения различных видов животных очень важно и актуально. Наличие изменений изотопного состава шерсти также даст представление о том, необходимо ли нам вводить какой-то коэффициент для исследуемых объектов в зависимости от того, в какое время или сезон мы их собираем. Целью работы является определение изотопного состава и его годовой динамики в шерсти мелких влекопитающих Череповецкого района. Для достижения цели были поставлены следующие задачи. Это произвести сезонный сбор влекопитающих, выяснить изотопный состав в шерсти по месяцам и сравнить изотопный состав по сезонам. На данном слайде представлена схематичная карта того, где располагаются места сбора, то есть расположение ловушек. Первая территория исследования находится в пределах обыкновенной зеленой площади, вблизи очистных сооружений. Алинии располагаются не более 300 метров друг от друга, а вторая территория располагается в районе пчелок-городища. Расстояние между ловщими линиями не превышает 1 километра. Какие методы исследования использовались? Для твова мелких влекопитающих использовались ловучие цилиндры. Ловушка делась в виде конуса из полиэтиленовой пленки. Глубина конуса составляла 30 сантиметров и 20 сантиметров примерно был диаметр. Вместо глицерина использовался соленой раствор, так как никто не исключает вероятность искажения данных при применении стандартной жидкости для одного, то есть глицерина или других спиртсодержащих смесей. Жидкость наливалась примерно до 10-15 сантиметров от края конуса. Расстояние между ловушками не превышало 5 метров. Конусы соединялись с заборчиком из полиэтиленки высоты 20-30 сантиметров, которые по сути играют в направлении при перемещении звездов и до коления. Было примерно 50 метров. Что уже имеется в мире по этой теме? Есть уже несколько исследований, в ходе которых отрагаются сезонные изменения изотопного состава. Так уже имеются данные о сезонном изменении стабильных изотопов шерсти мелких грызунов на острове Санатилда в Великобритании. Исследования показывают, что значения изотопов углеродов и азота варьируются в зависимости от субпопуляции на главном острове Хирта. То есть это где как раз и проходило само изучение. Авторы исследования все-таки пришли к поводу, что в зависимости от того, как изменяется питание, в те или иные месяцы изотопный состав может весьма сильно варьироваться. Ну, это карта, где вообще располагается место сбора. Далее в Национальном исповеднике дикой природы в США исследовался изотопный состав шерсти карманной мыши. Он менялся в зависимости от питания растения с разным типом фотосинтеза. В данном исследовании важно, что уже вводился некий поправочный коэффициент. И он рассчитывался как процентная разница между средними значениями С3 и средним годовыми. Также исследования, проводимые в Испании, были уже смоделированы месячные колебания значений изотопов углерода и азота в крови четырех видов летучих мышей, насекомоненных. При этом они занимали разные коровы и ниши. Была в целом обнаружена общая картина изотопных вариаций. Физиологические изменения, связанные с воспроизводством или, например, отложением жира до гибернации, не влияли на изотопные вариации. Но все-таки молодые ключи мыши имели более высокие значения. И это исследование впервые все-таки показывает, что потребители в наземных экосистемах отражают сезонную динамику окружающей среды своих изотопных значений. Следует отметить, что все-таки, чтобы нам, ну, как мне кажется, чтобы исключить этот вот изменение в сезонном питании, следует смотреть изотопы не только углерода и азота, но и водорода. И можно сказать в самом, что все-таки нет достоверных данных о сезонном изменении в одной трофической нише при неизменных условиях. На данный момент уже собрано 47 мелких млекопитающих с сентября по декабря в зимний месяц. К сожалению, ружки не попадались, объекты совершенно, ну, по причине того, что, несмотря на то, что все-таки все равно раствор был, он все равно покрылся в какой-то корочкой льда, и немножко просто, ну, не попадали в ловушку. Предварительно были определены следующие виды, и можно сказать, что сонными видами в нашем сезоне будет играться грузовика обыкновенная и мышечная снаем. Ну, вот это как примерно сейчас будет. Первый столбик это по черепанку, что определено, а второй по внешним физикам. А, мы еще хотели обратить благодарность в втором курсе за помощь в сборе насекомых, то есть о мелких млекопитающих, постановке ловушек, проверках. Также благодарность хотелось бы обратить Митой Сергеевичу за помощь, в проведении исследований и, на деле, я кому-то как научному руководителю с подвижным силам. А можно спросить? Спасибо. Можно спросить, что такое зеленое и красное? Зеленое и красное это совпадение и несовпадение. То есть зеленое это когда совпало, красное когда не совпало. Ну, видно, что у вас здесь, что по черепу, что по внешним признакам. Ага, ну все, понятно. То есть у нас такие проблемы с определением к разуму? Ну, по внешним признакам, знаете, когда они начали высыхать, уже видно, что краска шерсти была другая, чем изначально мы думали. А по черепам? А по черепам тоже следует все-таки уточнить, потому что не все были определены правильно, и мы будем еще раз переопределять. Мы уже с надежной работе... По черепам не считается более надежным, да? Да, да, да. Поэтому фоновые битры определятся у нас по черепамысловому, и это как раз, боже мой, как новинная, мы шли с нами. Ага. Можно самому начали вопрос? На первый слайд? Да, на первый слайд. На самый первый. Нет, на первый, на самый. Первый? Ну, углерод, азот и углерод. Можно так? Ну, углерод, азот у нас расходит сейчас нет, поэтому давайте водород. Вот он интереснее. Ну, то есть, вот... Да, на самом деле, что касается... Да, я должен хотел бы не сказать. Либо изменение концентрации стабильных изотопов. Ну, вот здесь, да. Или еще, если хотите, вот прям совсем красиво и так, чтобы все испугались, в том числе, что я при нем к намесе, можно сказать, изменение изотопных сигнатур. Вот это такой модный термин в литературе, соответствующий. Вот пусть сигнатур, вот сразу сигнатура не пошла. Да, незатопные сигнатуры. Вот это красивый термин, и специалисты его любят. А все остальные, это термин? Да, это термин. А если это с английского, это же поркерс-перевод. Ну, зачем он переводит близкого к красивый термин? А-а-а. У всех есть поркерс-перевод. Так, давай второй слайд. С уточнением, ну, то есть, темы однозначно тут нужно, да? Вот. Вот у меня просто вопрос по задачам. Сезонный сбор млекопитающих. То есть, вот, да, допустим, вы как на этот будете вывод делать на эту задачу? Ну, к примеру. То есть, цель вывода соответствует поставленным задачам. Ну, это чисто вот, да, со школьной скамьи, мы знаем. Вы какой вывод сделаете вот на эту задачу? Ну, сначала надо будет вообще определить, что мы понимаем под сезоном, когда и заканчивается один сезон, когда другой, и потом уже смотреть, что, какие результаты у нас получились в данный сезон. То есть, допустим, если мы считаем зиму, как с части ноября и полгода, конец марта, мы смотрим вот эти значения с ранним, что, допустим, получили в летние месяцы. Нет. Вот это не вывод. Вывод задача. Это не вывод. Произвести сезонный сбор мелких млекопитающих в окрестностях. Вывод-то какой будет? Кто и сколько получилось, кто и какие виды, какие полы, собственно, и возрасты. То есть, было собрано, да, допустим? Что-то, да? Уже вот собрано 47. Ага. Изотопный состав шерсти млекопитающих по месяцам. А вот на самом деле вы как будете, это второй у меня был вопрос, сезон это считать, да? Сезонный сбор. Вот он как у вас будет? Или, ну... Ну, опять же, сезонные в разных регионах, как бы, варьируются их месяца, и поэтому я бы не назначал бы четко определить, когда у нас, например, заканчивается, начинается зима. То есть, в нашем регионе вообще считается, что зима – это конец ноября и конец марта. Вот это она, зима. То есть, по сути, когда у нас появится снег. Ну, да. Считается, как зимнее. Все-таки, ну, тут, я не знаю, тут уточнять надо, да. То есть, забирают весны, осень. Весну и осень забирают, два месяца, да, получается. Ну, то есть, весну, но осень у нас получается меньше месяцев, да? У нас просто всю жизнь весной тоже, часть весны, снег лежит. Ну, и иногда осень бывает и бесснежная, вот согласитесь. Ну, это нужно для этого следом будет определить четкие сроки. Вы уже восстановили термление после зима? Нет, еще в это воскресенье не получилось пойти. То есть, а весна у вас тогда сколько и лета сколько тогда? Ну, соответственно, меньше двух месяцев. А осень вообще не будет, в принципе. Ну, осень уже, да. Сетябрь, экземпляр, там достаточно. Ну, то есть, тоже два месяца. То есть, здесь уже шесть месяцев, а тут два месяца. Ну, считалось, что, по сути, в санатурный месяц ничего нет, так что придется... Нет, тут, что возможно, то возможно. Все равно в декабре, феврале, в начале... Все понятно. Ну, то есть, все равно, да, тут надо... Ну, это надо будет уточнять все. Вот, следующий слайд. Так, по каждому слайду. Вот, ну, практически. Чем обоснован выбор территории? Доступностью. Ну, вот смотрите, как проще объяснить. На самом деле, там очень много территорий было неприводно для того, чтобы ставить ручей ловушки. То есть, ну, например, вот здесь надо ставить ловушки, тут болото, и вообще все затопит. Ничего не собрать. И чего тогда там поставили? Нет, реально. Вот в этой территории все в порядке. Ага. Тут все хорошо. То есть, тут все собирается, ловится там. Все хорошо, так скажем. По сути... Опять же, там в других местах доступов просто нет. Ну, не дойти нам будет столько. Нет, по сути, там, где подтопляется, сами говорите, грызунов. Ну, то есть, их будет меньше там. Так вот, что там наловить, если там их меньше будет? Тут не подтопляется как раз территория, в которой будут выпадены. Там нет отопления, то есть там. А грызунов-то там есть? Ну, мы уж поймали. Нет, просто... Чем обоснован выбор территории? Это практически все на одной местности. Изначально ставят столько возле очистных соревнований. То есть, сколько километров разница, понимаете? Здесь разница несколько километров. Километр примерно, да? Нет, чуть побольше. Можно то есть. Ну и ладно. Нет, просто интересно, чем... Ну, потому что промежуток между ними, там тоже будет сложно. Там территория большей части непригодная. Опять же... Нет, на самом деле вы не стесняетесь. И что она доступна для наших проверок? Транспортная доступность, это вполне себе аргумент. Вы выбираете территорию, которая, ну, минимально каким-то критериям пригодна для установки ловушки, и дальше оптимизируете по принципу транспортной доступности. Ваши способ работы, да? То есть, вам лучше поставить 8 линий в тех местах, где вы до них можете дойти, чем поставить одну линию, но где-нибудь в Буреломе, до которой вам идти, там, целую неделю, в один конец. Так что это... Ну, вот, 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 Дмитрий Сергеевич объясняет, Маш. Ну, в середине мы там не дойдем, там, что я и территория не пригоднать. Вот, двумя словами, Маш, ну, что, ну, понятно, что там болото, что там, это, что там, то. Вот, я спрашиваю, так и что? Ну, и что, что болото там их поставить можно? Так ничего же, не понимаете. А ты бесполезно мне. Хорошо. Можно спросить, это, получается, вдоль новой дороги, которая строится, да? Рядом. Али рядом с новым городом? Рядом, да, это отмородка на городище, это рядом новая дорога. Ну, то есть, она уже практически, как бы, да? Там пока еще, когда мы сели, еще было нормально. Ну, сейчас-то вы там, когда были последний раз? Несколько месяцев. Вот, а сейчас вот. Даже месяца два раза. Вот, вот здесь вот, если близко с дорогой, то уже, наверное, там нарушено... Ну, посмотрите. Ну, вообще, док-фактор, может быть. Ну, слушайте. Да. Вот, давай дальше. Вот, понятно, что тут это... Протестывая мне, по крайней мере. Вот, нет, можно тогда вот, просто я по обзору литературы, да? То есть, имеются, да, данные о разности, да? О том, что по сезонам все-таки разный изотопный состав, да? А вот с чем ты это связываешь? Опять же... Вот ты конкретно, не как авторы? Ну, можешь как авторы повторить. С чем связываешься? Ну, в целом, с тем, что они, опять же, в разных сезонах у них немножко диета менялась. Питание. Да, и некоторые химетические факторы тоже повлияли, вот, например, это с цветущими мышами. Там именно было очень интересно, что авторы утверждают, что повлияло уже как раз не питание, а засушенность. Вопрос по поводу литературных мышей. Там в крови, у тебя в ткани, разница есть в чем? Скорее всего, там я в данный момент просто приводила, что уже имеется демен. То есть, конкретно вот, чтобы вот так вот, шерсть и вот сезон изменения такого нет. Ну, и не нужно. Ну, Дмитрий Сергеевич сказал, что такое вообще трудно найти. Нет. Нет. Было. Поэтому... Исследуется, так сказать. Нет, просто, а вот как ты думаешь, что разница-то есть, кровь мы... То есть, жидкость мы берем, да, биологическую, либо ткань мы берем? Ну, все-таки должна быть разница. Дмитрий Сергеевич. Конечно, будет. Собственно, вот, работа Маши и Алены именно на этой нацелет, чтобы эти разницы вылить. Вот. Тем более, кровь... Я вот просто не знаю, вот надо ли по крови сюда в лит-обзор вставлять? В лит-обзор, наверное, надо вставить просто вот из этих статей, которые вы посмотрели, картинки с результатами. Просто потому что вы говорите, что вот там есть такая статья. А что вы в этой статье написали? Да, да, да. Там не все статьи в неказоправедливости открылись, поэтому я не могу обставить. Обратитесь к нам, я вам поможу. Ну, мне уже Наталья Геннадьевич рассказала, что... Да, так что это... Потом, ну, я вот честно не смотрел по углерод-азоту, у современных вообще по ископаемым есть довольно большое количество работ по углерод-азоту. Да, 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 да. И потом по сезонности, на самом деле, ну, вы все-таки с Надеждой Азотом не мечтали делать облерод-азот, ваше право. Я, когда вам это дело предлагал, я предлагал сначала именно подородом заняться, потому что по водороду очень интересные вещи могут быть. Ну, я тоже думаю, что стоит водород и еще вот эта вот вся тема с осадками, но оно уже не получается. Ну, с осадками пока у нас не получается, но водород-то в Шашкин параметизировать можно. Ну, это вот и здесь. Вот. А по осадкам там есть отличные данные, ну, не по нашей территории, но, в принципе, там все умело есть отличные данные. Они очень много появляются в течение года, вот эту водороду, там можно было бы выводить почему-то интересное, как мне кажется. Ну, пока больше не о чем. Ну, можно, конечно, поспрашивать. Может, не надо, я устала. Спасибо большое, что представили Азотом. Кто-нибудь еще хочет залить на вопрос? Нет, никто не хочет. Ладно, хорошо. Следующий доклад снова Шукина Мария, но при этом с огромным количеством соавторов. Я, с вашего позволения, не буду всех перечислять. Маш, ты тоже можешь? Мелкие млекопитающие лесопарка «Зеленая роща» и сезонные изменения затопленного состава глюрода и азота в их шерсти. То есть, то же самое. Хорошо, давайте. Следующий доклад. У нас скорее сообщение. Тема нашей работы «Зеленая роща» и сезонные изменения затопленного состава глюрода и азота в их шерсти. Цель работа – это изучение населения мелких млекопитающих лесопарка «Зеленая роща» и сезонных изменений затопленного состава глюрода и азота в их шерсти в осенний и пока что зимний период 2020-2021 года. Задача. Выяснить видовой состав мелких млекопитающих «Зеленая роща» в осенний и зимний период 2020-2021 года. Определить половую структуру популяции насекомоядных млекопитающих и межуидных грызунов. Выявить сезонные изменения содержания затопов углерода и азота в шерсти мелких млекопитающих лесопарка «Зеленая роща». Статистически обработать полученные данные и сравнить полученные данные с имеющимися в литературе. Отлов мелких млекопитающих происходил на двух территориях, как уже говорила Маша. Это близ честных сооружений лесопарки «Зеленая роща» и близ городища. Линиями показаны примерно расположение стола ловушек. Мы устанавливали восемь линей ловушек. Отлов мелких млекопитающих происходил по методике, описанной в учебном пособии «Залогия позвоночника и учебная практика» под авторством колонийцевой подругой. Шесть ловчих линий представляли собой полиэтиленовые заборчики с конусами длиной 50 метров до 10 в общем конусами. И две другие линии представляли собой 10 пластиковых стаканчиков, копанных через 5 метров каждый, с протоптанной тропой, так скажем, чтобы водопитающие могли в них туда попасть. И во избежание замерзания воды, так как частично отлов происходил в зимний период, мы заполняли ловушки водно-солювым раствором. В основе для установки ловушек не столкнулись с ряда проблем, так как нам нужно было относительно сухое место, и таких мест оказалось не так много, как мы предполагали. И большая часть из таких мест было определение по внешнему виду и определение по черепу. Обработка черепов, как хотела, по методике, описанной в учебном пособии «Залогия позвоночника и учебная практика» под авторством колонийцевой подругой. В скрытии и обработку материалами мы производили в медицинских перчатках и маске, и место работы обрабатывали спиртом. После обработки черепов и определения видовой принадлежности мы переходили на изотопные масс-спектромы. Для работы на изотопные масс-спектромы образцы проходили проходу готовку. Она проходила несколько этапов. Первый этап – шерсть со спиной стороны мелко настригалась и складывалась с прибиркой Пендорфа. На каждой прибирке подписывался номер образца. Второй этап – промывание образцов. Для этого крышки прибирки Пендорфа прокалывались паровальной иглой для предотвращения перегрева содержимого. Все прорывы были очищены платформой метанолом и помещены в ультразвуковую ванну на 40 минут. Далее образцы помещали в центре фору на 15 минут. Промывка и центре форуирование проводилось 3-5 раз. Далее шерсть отправляли на сушку. Третье этап – подготовка навеса. Приготовление навеса для анализа на изотопном масс-спектрометре проходило под контролем Саманты Ранизовны-Барбашовой. Перед изготовлением навеса делается протокол для изотопного масс-спектрометра. Делалось 3 навески каждой пробы, которые помещались на специальном планшете. Также были изготовлены изотопные стандарты для контроля полученных данных. Все образцы помещались в серебряный скатальчик. После того, как пробы достигали нужного веса, их запечатывали последовательным перегибанием. В настоящее время в лаборатории сертификация для работы на масс-спектрометре имеется только у ведущего научного сотрудника ЧАГУ Дмитрия Сергеевича Холова. Данные, полученные прибором, автоматически заносятся в таблицу Excel. Полученные данные можно анализировать с помощью методов математического анализа. Мы будем использовать среднее и стандартное отклонение, медиану и диверсию. Зачем это? Пускай так. На данный момент по результатам исследования мы именяем первичную таблицу видового состава методов летающих сапорку Зеленая Роща. На данном слайде отображены диаграммы. Это соотношение собранных видов внутри отряда Сипамьяна и мышевидных. По этим диаграммам можно сделать привычные выводы, что фономовым видом среди отряда грызуны являются плесные мыши, а среди отряда Сипамьяна это грызубка обновенная. И на данный момент наши исследования не являются законченными. Мы осуществим поставленные задачи и сделаем соответствующие выводы. На этом все. Спасибо за внимание. Можем ответить на вопросы, если есть. У нас вопросы были. Есть у меня вопросы, почему я буду задавать. Мне просто интересно, все-таки оловянный стаканчик или серебряный? Сстаканчики были серебряные. А вы на какую изотоку делали анализу? Вот, да. Они ничего не делали. Это мы еще не промерили, которые, да? Вы их делали в серебряных стаканчиках? Да. А на что мы их будем мерить? Вопрос. Так, давайте по уточнению. Надо будет потом смотреть. Хорошо, что вы сказали, а то я это запихнул сейчас, сколько сытный реактор. Ну вот, Дмитрий Сергеевич. Потому что, да. Мы выясним. Потому что здесь одно выдело. То есть, по-моему, что стаканчики будут либо логальными, либо платиновыми. Потом же нам сказали, что... Платиновыми? Платиновыми. Ну да. У вас есть платиновые? Мы тоже. Но при работе нам сказали, что стаканчики будут именно серебряными. Нет. В зависимости от того, какой анализ вы делаете. То есть, стаканчики точно серебряные. Серебряные. Это... Из крупных баночек брали? Стаканчики. Из каких? Я баночки не брал. А кто брал? Кто брал? Хотел на навески. На навески делали, получается, фетры Человечеса и Ульяна Попуру. Нет. Есть? Нет, ладно. Потом их спросишь. И Ульяна. Ульяны так вообще уже нет. А, нету. Кузнецова и Попова, говорите. Попова уже где-то так много. Ладно. Так, вот это вы сам, наверное, это вы хорошо что сказали. Будем выяснять. То есть, народ, смотрите, что-то не тут. Пойдет не туда, пробы будут. Светлая. Да. Поэтому. Вот. Ну, как бы вот. Кто делал на навески, он их не перепутает. Это совсем хорошо. Значит, надо вот спрашивать. Это вот эти красавицы. Кузнецова и Федовичева. Кузнецова и Федовичева. Кузнецова и Федовичева. Канцерный там, Лиза. Кузнецова и Федовичева. Да. Вы их направьте туда, к нам на первый этаж. Мы с ним поговорим. Ну, надо, надо забраться. Просто бить не будем. Просто спросим, что они конкретно сделали. Ну, и... Да. Может, просто наговорили? Может, что-то напутали. Я не кто-то, значит, надо выяснить все равно. Тут явно кто-то что-то напутал. Вот, надо сейчас будет просто выяснить, кто. Ну, то есть... То есть, даже не важно, кто. Важно, что. Да, важно, что на самом деле там накручено-то у вас. Вот. И смотрите. Ну, опять все то же самое. Ну, не знаю. Вот зачем с неуточненными, да, изменения, да, стабильного изотопа. Опять же, что хотите? А, углерод, азот. Вот. Вот. Дмитрий Сергеевич, углерод, азот хотят они? Ну, пускай. Серебряные подойдут? Нет. Вот. Нет, ну, просто, я говорю, тут надо просто понять. Это докладчики напутали? Нет, это та же работа, что у Маши. То так дорого-дорого. Так это есть та же работа, что и у Маши. Так что у Маши, наверное, просто надо с Маши заканчивать. Ну, и дальше стоит уезжать. Ну, в общем, надо выяснить этот момент. Я просила ли, чтобы сказать, когда они еще. То они игнорировали это. Нет, на самом деле, там, может быть, все и не так страшно. Потому что, ну, если серебряные, можно попробовать их на водородок закинуть. Так, Маши на водородок надо. На водород, там немножко другая подготовка. На меня сама. А, там же резаная. Что там? Так что, ладно. Меньше объема, они должны быть из толщины в порошок, кстати. Да, так что там. А вот сделали они совсем по-другому. Ладно, будем выяснять. Ну, вы тоже выясняете, потому что, мало ли кто, вы диплом-то по этой теме собираетесь делать? Или в другой сфере? У каждого там своя формировка темы. У вас диплом зоология по-звоночнику будет? У нас нет. Вот. Я поэтому, то есть, Дмитрий Сергеевич, им вообще параллельно. Что там было? Не, да, понимаю. Поэтому, то есть, это товарищи, которые помогали, вот, Маше, да, в сборе информации, то есть, на курсовую работу, они уже наработали, они уже практический анализ провели, только уточнить надо, вы то определили там или не то, почему-то. Ну, тогда, нет, нет вопросов, я только вот, ну, вопросов-то куча. Болька Юрьевна, вы думаете, надо задавать? Да нет, нет вопросов. Первый простой вопрос, почему шерсть состревалась с пенестером? Откуда методика, в котором там методика? Методический замок. Ну, помню, начнем мы с Ваня, и у меня тему вообще никто не переслежал. Да, ну, может быть, другим, да, кто описывает там то, что там состригают шерсть со спины, там, не знаю, согласно такой-то рекомендации, согласно такой методике. Там тоже согласно методике, которая вроде была с таза Надежды Яковлевны. Ну, она как методику? Нет, подождите, у нее методика, не стрижка шерсти же, у них другая методика. У них там по следам и еще чего-то там молит, да? Ну, я не знаю, кто-нибудь из присутствующих знает методику, по которой состригаются все. Нет, ну, на самом деле, по большому счету, это можно просто самим решить. Со спины проще состричь, она там подлиннее и, как бы, более доступна, вот, независимо от того, есть методика или нет методика, логичнее стричь именно оттуда. Не, ну, мало ли, например, у рыбы, когда берешь, надо брать мышцы, да, из средней линии, потому что это вот есть. Ну, это если есть какой-то международный стандарт, только никакого международного стандарта нет. Нет, а может ехать, а может в эту, где он есть. Нет, разницы нет, да? Таких работ, там, во всем мире, с десяток, может быть, будет, и то вряд ли. Света, а вы как вот сюда попали, если это даже не ваша тема, у вас какая-то тема? Здесь много тем, но такая единственная группа. У меня вообще просто население, ну, просто про курс расставления не захотели, ну, вот, двое выводились. Да, ну, что такое девиация? Ага, мне интересно. Я тоже, у меня, в моей работе нету обработки. Нет, потому что. Но вы, когда выступаете, вы должны понимать смысл каждого слова, которое вы озвучиваете. Ну, а что вы имели в виду, все-таки под девиацией? Ну, видимо, стендер тебе, стендерка, они мне, наверное, так. Ну, вот, я тоже, как бы, так и догадываюсь, что это так. Не знаю, я тут, как бы, вот, зачем они это будут использовать, они не могут сказать. Нет, ну, зачем стендерка, как ты не используешь, то будет мне непонятно. А только не лепли, да? Ладно. Ну, в общем, при выступлении, употребляйте то, что знаете. Ладно. Все? Есть. Еще вопросы есть? С студентами все понятно. Хорошо. Так, у нас, я так понимаю, кто появился? Данила Фонин? Да. Доклад или постер? Нет, у нас еще вот, а, базина, Диана у вас постер, да? Так, кто у нас еще следил? Нет, у нас остались только два с постерами. А вот, Данила, у нас доклад или постер? У нас вдруг они готовы. Кто у вас? У нас вдруг они готовы. А, то есть у вас ничего не будет сегодня. Так, Данила, ничего не будет, да? Да. Хорошо. Значит, тогда следующий у нас Диана Базина и Сергей Иванов, второй курс, использование метода изотопного анализа в интересах зоологии на примере таймерского янтаря. А можно я еще вот спешу? Михаил, да, вы почему бы просто сюда пришли послушать, да? Да. Ну, то есть у вас не доклада нет? Ага. Нет, 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 это хорошо, хорошо. Я думала, так мало ли мы кого потеряли. Нет, это первый курс, они пришли послушать. Все правильно. Просто Надежда, если они любят. Ну, вы можете, наверное, бумажку по рукам пустить? У них нет. Они уже повесили, да. В принципе, можно поместить. Ну, так просто там, 2-3 минуты, 5 минут, просто что у вас тут получилось. Наша тема уточнения методов изотопного анализа в интересах зоологии на примере таймерского янтаря. И от таких выступающих мы смотрели изотопленный состав неожиданного янтаря. Вообще, очень много работ таких обычно смотрят изотопленный состав животных. И преимущество нашей работы в том, что она будет одной из многих таких работ на ископаемых материалах. Таким образом, цель нашей работы это уточнить методы изотопного анализа в интересах зоологии на примере таймерского янтаря. А задачи установить содержание затопов углерода в 10 образцах янтаря из янтаря, установить содержание затопов углерода в 20 образцах янтаря из романихи, находящихся в двух линзах, установить содержание затопов углерода в 10 образцах янтаря из шлянихи и установить содержание затопов углерода в 10 образцах янтаря из булунов. Сравнить полученные результаты и оценить пригодность классического анализа изотоков углерода для изучения янтаря. Так, что получилось? Что получилось? Результаты есть? Результаты будут. Можете увеличить результаты. Я увеличиваю результаты на эту таблицу. Еще, еще, еще. И еще. Здесь еще приставлен уголь, потому что мы его тоже меряли, но именно в нашей курсовой работе только янтарь, поэтому этот вверх выучить. Так, смолы и угли, а янтарь где? Ну, смолы это есть янтарь. Нет, я думаю, может они отдельно, там она говорит уголь сверху. Ну, смолы и гензи у вас там, что можете там делать? Это еще увеличить. Нет, это надо еще увеличивать. Ладно. Также мы сравнили наши результаты и результаты для изученных в таких работах. И мы можем сделать вывод о том, что получается утяжеление массы изотоков. Это может говорить о том, что происходило по холодальнике в атмосфере. Там, например, не приют. Причем постепенно. Ладно. Так, первый вопрос. А в чем тут интерес к зоологии? Потому что курсовая работа по зоологии. Ну, и как вы этот зоологий-то, янтарь-то привяжите как-нибудь, раз у вас уже? Ну, этот метод, он используется, ну, большинство работает, вот, когда затопливают шерсти, в костях измеряют и... А янтарь-то питаются или чего? Как он на животных-то сказывается? Изотопный состав янтаря. Ну, у меня такой вопрос тогда, да? Ну, не знаю, у вас янтарь, еще раз, представите, пожалуйста, откуда он разный период у него был? То есть, ну, как, свежий, поздний, какой он у вас, янтарь-то? Из периода он из одного? Из какого? Время, то есть, определяли янтарь? Там было около ста, да, из того какого-то ста миллиона. Ста миллионов? Сколько лет на янтарю? Ну, то есть, вы точно не владеете, да, вот таким материалом? Ну, то есть, что просто есть данные, что вот именно и таймерский янтарь, его... Ну, как, его возраст около ста миллионов лет. Ну, это у таймерского янтаря, у всего, да? Да, а конкретно пока что нет у нас этих данных нет. В общем, тут как-то все сложно в зоологии. Не, ну, как бы, вот все-таки, да? То есть, а можно еще... А сколько материала было? Сколько янтаря-то вообще было? Ну, получается, 4 из разных мест... 4 кусочка янтаря? Нет, всего получается 5, потому что из одного места двух разных линзов. 5 кусочков янтаря? Да, и по каждому по 10 образцов. А, ну, все, 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 я поняла. Ну, это вам с вами больше. Мы все еще сделаем. Так, дверь закрыли? Так, на самом деле, Катя, мы с вами сидели, я вам вчера для всех этих точек дотировки дал в миллионах лет. То есть, все-таки разные, да, возрасты? Таймырский янтарь – это очень интересная история, потому что на Таймыре, наверное, там полтора или два десятка местонахождений, они ложатся в 4 разных геологических уровнях. А самые древние – это ранний мел, то есть, там примерно 100-105 миллионов лет, 105-110. И у них больше есть разница? Дальше еще три уровня в верхнем мелу, причем один уровень более-менее датирован, там примерно 85 миллионов, два других уровня проблематичные. Ну, правда, с этих двух уровней мы и не делали пока что. Вот, ну и на самом деле, конечно, тут важно было бы все это сравнить с имеющимися в литературе данными. Литература-то имеется. Ну, то есть, это в процессе еще в тренировке? Ну, вот, в процессе, да, хорошо было бы сюда хоть как-то это ставить, показать на графике, но, в принципе, нет, там все легло примерно на то, что в мире происходило. А в зоологии как легло? Ну, в зоологии, я не знаю, как это, потому что, наверное, Надежда Яковлевна сюда зоологию зачем-то приклела, не очень понятно, зачем. Ну, курсовая по зоологии. Нет, ну, понятно, что это, в общем-то, вещь такая… Нет, я не знаю. Это, по большому счету, геохимия. Ну, вот, да, согласно. Геохимия в интересах пангоэкологии, ну, действительно… Ну, климатических изменений на… Ну, что касается климатических изменений, ну, понятно, климатические изменения меняются на всех, влияют на всех. Да, влияют на всех. У нас, вот, все-таки, в преддверии одного из самых крупных вымираний, да, мелкогогенового, вот, и вот как раз где-то с середины мела у нас начинается вот это вот заменение климатопоколодания постепенное, вот, которое, в конечном итоге заканчивается. Ну, вот, я точно знаю, что вот такую тему светить в интересах зоологии таймурский лентарь? Нет, ну, естественно, это зоология, не для зоологии это сделается, это сделается для палеоклиматологии. Ну, и, возможно, в интересах какой-нибудь палеоэнтомологии, как бы там… И геоклиматические всякие, да, то есть… Все-таки это, в основном, да, в основном геохимия. Геохимия, палеоэнтомология. Не, у меня вопрос. У вас в задачах написано, там, по количеству янтаря, там, не знаю, два согласования. Ну, как у вас задачи еще? Можете их показать? Как тут задачи или задачи нет? Ну, в общем, нет, лучше, может, поговорили там по задачам. Просто, ну, это лично моя сублютивная рекомендация. Может быть, цифру убрать, а просто сказать, да, там, что собирается сделать. А в методике, возможно, там, у них есть цифры. Вот, Митрий Сергеевич сказал, цифру-то есть. На самом деле, рекомендация, это вообще, когда вы выступаете, вы учтите, что вот из всех присутствующих, что означает название этих местонахождений, предположим, знаю только я один. Для всех остальных… Нет, ну, Таймыр-то мы знаем. Ну, Таймыр-то вы знаете. Янтардах, булунж, да… Нет, это, конечно… Ну, кто знает, что это такое вообще, да? То есть надо что-то все-таки сказать, что вот нас там ждали, это, там, более древнее, там, Таймыр-то… Ну, по времени, да. Это, там, более молодое. Про времени спросили. То есть все-таки примерно объяснить, что означает название этих точек, потому что они, как бы, нормальным человеком вообще ничего не говорят. Вот. Я вам так скажу, среди профессиональных палеонетомологов из всех этих названий, ну, дай бог, кто-нибудь знает интернет. Для нас Таймыр, вот он, Таймыр, и есть. Так, ну, ладно, все, спасибо. И у нас последний пост… Дарья, может, еще вопросы есть? Нет? Ладно, так, у нас же последний постер. Это Гордеева Алена с большим количеством соавторов. Оценка… О, у нас Валерия… Да? О, Виктория и Алёна, да? Нет? Вера… Вера… А, Вудниканкова Вера будет. А, письмо о новой имени. О, буклет. Да. Оценка тропических уровней млекопитающих Дайного Востока по соотношению затопов углерода и азота. В принципе, можно открыть еще, у нас есть в Ордовском документе, но… Да, открывайте. Но я не знаю, как так получилось. Так вот так и не стоите. Да, да. Ну, ничего сложного. Тут без… Так, ну, наша тема – это оценка тропических уровней млекопитающих Дальнего Востока по соотношению затопов углерода и азота. Актуальность данной темы можно начать с того, что любое сообщество оказывает цепло и пищевую сеть, то есть схемы тропических взаимодействий между видами этого сообщества, экосистемы. Посредством тропических цепей осуществляется перенос энергией. Различные организмы занимают соответствующие тропические уровни относительно источников выступающей энергии и подразделяются на консументы и редуценты. Для определения тропических уровней и изучения тропических цепочек используется такой метод, как изотопная масса текстомерия. Тем не менее, тема изотопного состава млекопитающих Дальнего Востока изучается недостаточно широко, что делает данные исследования актуальными. Цель работы – это оценить стереофический уровень млекопитающих хищников Дальнего Востока по соотношению изотопов углерода и азота. Задача, которую мы выделили – это оценить уровень изотопов углерода и азота хищников Дальнего Востока, также оценить уровень изотопов углерода и азота травоядных животных и сравнить полученные результаты с классическим положением тропических уровней и изученных млекопитающих. Материалы и методы. Материалами для исследования послужили собранные с Аркиной Галилой Павловой, заповедника Дальнего Востока в растущерственных питающих. Материалы были в виде шкурок животных, в которой прилагалась этикетка с указанным местом и датой сбора, и также фамилия и имя отчества сборщиков. Для оценки тропических уровней с помощью соотношения изотопов углерода и азота используется метод масс-спектрометрии. Чтобы получить данные на масс-спектрометре образцы должны были пройти в пропподготовку, которая проходила в два этапа. Это изготовление навесок и подготовка навесок. После пропподготовки навески передавались Дмитрию Сергеевичу Капулова, т.к. он имеет разрешение для работы на данном приборе, и полученные результаты были представлены в виде таблицы вакцины. Ожидаемые результаты с помощью анализа стабильных грузов азота и углерода можно выявить сообщество путем построения трофических сетей, дать точную и интегрированную оценку трофического уровня каждой особи и прояснить характер взаимодействия между ними, оценить поток вещества и энергии, проходящей через сообщество, и оценить последствия воздействия природных явлений, климатических изменений и антропогенных факторов на трофическое состояние особей сообщества. По графику можно сказать, что это у нас являются графические уровни, т.е. первый, второй, третий, четвертый и т.д. Чем больше содержания азота, можно сказать, что это получается не будет консультант первого порядка, который будет идеально. Можно сказать, что свои фотографии лучше выклить, а не какими-то картинки, либо фотографии нашей лаборатории, или как-то поздно схватились об этом, какие фотографии не нашли, которые принадлежат. На сайте. 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 Мы хотим выдавать больше средние значения этих на… Нет. Это понятно. Если он один, то какой там средний значение? Нет. Просто мы же делали всё то же самое по большим выборкам. Там сдвиги побольше у нас получались. Тут выборка, скорее всего, маленькая. Ну так, в принципе, все они раскидываются, пойдем куда я ожидал. Куда я должна были раскидываться? Ну да. Есть мужчины по поводу лисиц. Лисы, они всегда летают вверх по азоту, не очень понятно почему, но они всегда по азоту выше кошек. Это там, в принципе, можно найти статьи с какими-то типами отнесениями. А сколько лист был? У них одна лиса была. Нет, ну это не только одна лиса, это в литературе уже отвечено неоднократно, что лисы от кошек улетают вертикально вверх по азоту. То есть по углероду примерно так же, по азоту вверх. То есть, собственно, здесь получилось все как лезть. Есть еще одна вопроса. У меня вообще нет к моему способу. Ладно, все тогда. Спасибо. Так, ну что, у нас на этом все. Да. Спасибо.